Всем привет! Сегодня с Banggood мне прислали второй такой шлем E-Chain VR D2 Pro, потому что первый оказался бракованный. При включении кнопки могут работать, а могут не работать. От чего это зависит, я так и не понял. Наверное, на платье что-то не так замыкает. То есть, нажимаю на кнопку, например, меню, и меню, соответственно, не открывается, как и не работают остальные кнопки. В принципе, если... А иногда работает. Если изначально частоты настроить, то, в принципе, летать с ним можно. Но как-то поменять в поле на соседние частоты уже не получится. В общем, видео отснял, показал китайцам, и они решили оставить тот шлем мне, а прислать новый. Но, правда, с небольшой доплатой, 1000 рублей. Ну, в принципе, нормально. Если тот починить, будет два шлема. Комплектация, судя по всему, точно такая же. Аккумулятор, антенна, порядка, резинка, сам шлем. Так, посмотрим, работает ли этот. Итак, нажимая на меню, открылось меню. Дальше, например, нажимая на DVR, должно открыться меню DVR. Карточку вставить. Так, можно попробовать нажать кнопочку SCAN. И пошло сканирование по частотам. Вот, есть сканирование по разным частотам, он показывает, какие заняты, какие нет. Ну, по идее, сейчас все свободные, тут ничего не должно показаться. Так, ну, сейчас попробую запустить квадрик, чтобы был сигнал. Итак, просканируем частоты. Нужно сразу антенну вставить. Кстати, к тому шлем я прикупил вот такие нестандартные антенны. У них прием получше. И сейчас просканируем. Вот здесь пошли меняться частоты. И вот, если у вас появилось вот такое мерцающее изображение, это значит, что настройки камеры PAL или NTCS не совпадают. То есть заходим в меню, выбираем камера и меняем PAL на NTSC. Все. И теперь изображение четкое и стабильное. Ну, в общем, это рабочий вариант. Спасибо за внимание.